В книге Бытие во второй главе записано в двух стихах такие слова «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И затем в 18 стихе сказано «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть Бог в своей премудрости, в своем замысле о человеке предусмотрел, чтобы человек не был один, чтобы не чувствовал себя одиноким, чтобы была семья, чтобы у человека, у мужчины была помощница. И в жизни каждого юноши наступает период, когда ему становится нехорошо в родительском доме. Он начинает чувствовать себя одиноким. Нуждающимся в ком-то, чтобы кто-то был рядом, и чтобы он не чувствовал себя одиноким. Есть родители, есть братья и сестры, есть друзья, но нет той, которая должна избавить от одиночества. И начинается поиск. Поиск у каждого происходит по-разному. Кто-то, не надеясь на свой разум, как учит Священное Писание, молится, постится, просит, чтобы Господь послал ему ту, которая скрасит его одиночество. Кто-то пользуется советом родителей или служителей, а кто-то, как написано в 12 главе Экклесиаста, по видению очей своих. То есть увидел, понравилось, полюбил и понял, что это та, которая должна стать спутницей на всю последующую жизнь. У кого-то этот поиск начинается в 20 лет, у кого-то где-то ближе к 25, но если позже уже, то это хуже. Лучше в свое время все делать, да? Ну, а некоторых, почему-то некоторые начинают чувствовать, что он один еще раньше, 18, а кто-то даже в 17 лет. Ну, и когда находит, когда понимает, что это она, делает предложение. Если получает согласие, тогда обращаются к служителям и говорят, мы хотим, чтобы нас объявили. В такой-то день, в такое воскресенье мы хотим, чтобы нас объявили. Служители встречаются, беседуют. Если никаких препятствий не обнаруживается, то, как правило, в воскресенье на утреннем собрании совершается объявление. Сегодня в нашей церкви тоже есть те, которые считают, что они нашли друг друга, уверены в этом, что они предназначены Богом друг для друга, и хотят, чтобы сегодня в нашем собрании мы объявили их как жениха и невесту. Поэтому члена нашей церкви, брата Марчелла Гончарук, приглашаю пройти сюда, подойти к его избраннице, и вместе с ней пройти сюда вперед, и тогда мы познакомимся, кого нашел Марчелл. Как искал, как нашел, не будем спрашивать. Путь, наверное, был непростой, потому что невеста живет далеко. Марчелл, возьми микрофон и расскажи нам, кто является твоей избранницей. Катерина Юрченко. Катерина Юрченко из штата Теннесси, город Нэшвилл. Она там член церкви, и они решили вступить в брак. Марчелл сделал предложение, Катерина дала согласие, и поэтому они теперь являются женихом и невестой. После заключительной молитвы у всех желающих будет возможность подойти, поздравить их. В молитве мы попросим, чтобы Господь благословил подготовку к предстоящему браку и само бракосочетание, когда наступит время, чтобы Господь их благословил, чтобы в нужное время образовалась хорошая, дружная, крепкая христианская семья. Кто пожелает, после молитвы подойдете и поздравите их. Событие сегодня в их жизни совершается немаловажное, поэтому есть чем поздравить. Субтитры сделал DimaTorzok